Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами обсуждаем вопрос. Каким должно быть домашнее вино? Каким оно должно получиться? Конечно, в первую очередь этот вопрос задают себе новички и те, кто только встает на путь виноделия, кто делает вино первый сезон. Хотя, конечно, и те, кто уже немножко попробовал, все равно им хочется как бы знать, понимать, какой вот эталон, к чему стремиться, то есть, что в идеале должно быть в результате. И именно этот вопрос мы с вами сегодня обсуждаем. Но сразу я вам хочу сказать, что однозначного ответа на него не будет. Некоторые скептики, когда вот я рассказываю процесс, как вот что делать, все время пишут, что вы там рассказываете, ерунду, много воды льете, надо давать однозначные ответы. Ну, как правильно подметил один из вас, зрители, что общий виноделие – это дифференциальное уравнение со множеством-множеством неизвестных. Их слишком много для того, чтобы их описать. Да, вообще те, кто хочет вот такую вот совсем конкретику, ребят, читайте книжки. Это может быть вплоть до трехтомников, и даже там вы не найдете ответа абсолютно на все вопросы. Потому что виноделие – это целая наука, и сложить ее в 5, 10, 15 минутах, ну, просто нереально. Вместе с тем, мы сегодня все-таки с вами попытаемся обозначить вот какие-то границы, ну, скажем так, то, к чему нам нужно стремиться, когда мы делаем домашнее вино. Как я вам уже сказала, однозначного ответа на то, каким должно получиться наше вино, нет. И сейчас мы немножко разберем, почему. Что же у нас будет влиять на конечный результат? В первую очередь, сорт, который вы выращиваете. Я, вы, ваш сосед, брат, сват. Да, мы все можем выращивать абсолютно разные сорта. И разные сорта, конечно же, дадут нам разный результат. Мы в магазин идем, мы сколько вин видим. Много. И они все разные, правильно? И даже если мы будем выращивать один сорт, все равно результаты у меня, у вас могут получиться разные. Потому что на конечный результат влияет и агротехника, и условия выращивания, и то, в какой степени зрелости мы собрали этот виноград. Вызрел он у нас до конца? Либо мы его сняли полузеленый? Технологии. Вот весь сезон я рассказывала про технологии. В этом случае, что будет в этом, в этом. Сроки выдержки на мезге, температура, еще всякие другие факторы, они будут влиять на конечный результат. И как пример, вот вы идете в магазин, и там будут стоять бутылки с Каберне. Если вы купите 2-3 бутылки, оно все будет разным. Да, у него могут быть общие черты, но тем не менее эти вина будут отличаться, потому что, я вам уже обозначила, виноград растет в разных условиях, и технологии виноделия тоже к нему применялись разные. То есть, понимаете, что факторов очень-очень много. Дальше. На наш вопрос сегодняшний, казалось бы, есть очевидный ответ и логичный. То, что вино должно получиться вкусным. Но что есть вкусное для каждого из нас? Кто-то любит сладкое, кто-то любит терпкое. Я вообще часто слышу от виноделов, плюс-минус в средней полосе, что нашим красным винам не хватает танинов. То есть, для кого-то вино – это должны быть танины. Хотя на самом деле, танины – это не единственный фактор, который должен быть вине. Но для кого-то оно должно быть обязательно таниным. А для кого-то оно должно быть не кислым. Для кого-то еще какое-то. Для вообще определенной категории оно должно быть крепким. Вот крепким, чтобы било в голову. Ну, про такие вино мы сегодня с вами вообще не говорим. Но в принципе. То есть, вкусы у нас у всех очень разные. И вот тут мы опять с вами упираемся в стену. Потому что дать четкое определение слову «вкусное» ну, к сожалению, невозможно. То, что будет вкусно для меня, может быть не совсем вкусно для вас. И наоборот. И тут у нас опять напрашивается такой логичный вывод, что вино должно быть вкусным конкретно для вас. Потому что в первую очередь для чего мы вообще делаем домашние вина? Мы их делаем для себя. Да, немножко подбираемся к ответу с одной стороны. Но если рассматривать по другим углам, к сожалению, на постсоветском пространстве, если мы не берем регионы традиционного виноделя, такие как Грузия, со вкусами у нас немножко есть проблемы. И вот сейчас возвращаемся к моей любимой теме сладкого. Многие люди, если у них спросить, какое вино для тебя вкусно, они скажут сладкое. И вот, к сожалению, других каких-то прилагательных к сладкому нету. Я много раз рассказывала про сладкие вина. И я хочу, чтобы вы понимали, что сладкое, когда мы насыпем просто сахар, это одно. А сладкое, когда оно концентрированное, когда кроме вот этого выбивающегося сладкого вкуса есть еще много всего, ароматов, плотности, той же спиртозности. Да, это совсем другое. И вот сейчас мы как бы медленно подходим к некоторым, да, пусть не полным, ответу на наш вопрос. То есть вино вкусное, оно должно быть гармоничное. Когда у нас сахар, спирт, танины, ароматика, кислота находятся на определенном равновесии. Вам может быть сейчас очень тяжело понимать вообще, о чем я говорю, потому что это надо испытать на себе. и с одной стороны, я сказала, да, что со вкусами у нас проблема, а с другой стороны, все это развивается, и будет отдельное видео, как вот немножко научиться во всем этом разбираться именно на нашем таком простом бытовом уровне. Ну, а мы возвращаемся к теме нашего разговора, и вот повторю, что вино должно быть гармоничным. То есть, если там есть кислинка, она должна быть приятной и освежающей, а не резкой и жгучей. Если там много сахара, мы говорим о сладких винах, то там должно быть что-то еще, чтобы вы ощущали не вкус сиропа, не компот, а много-много различных вкусов и ароматов. Приведу пример из моей такой прошлой жизни, когда в молодости я попробовала массандровское вино. Я не вспомню сейчас название, мне кажется, что это было пиногрин, но я не уверена. Это было красное десертное вино, и вот там, кроме сладости, был просто вот вкус, который такой невероятный, это был настолько всплеск и взрыв всего вот этого вкуса, да, я немножко повторяю слова, что, ну, то, что я пила до этого, я не скажу, что я там много на тот момент, чего распробовала, но обычно на полусыхе, полусладкие вина на фоне вот этого, ну, это был просто не какущий компот, потому что там, вот, кроме сахара было еще много-много чего другого, и вот я хочу, чтобы вы стремились к тому, чтобы в вине получать не только что-то одно, не только вот сахар, да, или не только спирт, а чтобы кроме этого вы могли назвать еще характеристики этого вина и описать, ну, хотя бы самыми простыми словами его вкус. Вот к этому нам нужно стремиться, но очень важный момент это то, когда мы пробуем наше вино. Частая просто, вот, очень часто ошибка молодых начинающих виноделов, вот только-только оно отбродило, тоже мы много раз это проговаривали. Его пробуют, оно кислое, оно кислое, плохо, давай сыпать сахар, давай что-то делать, да? Нет, мы пробуем вино слишком рано. Его, конечно, можно пробовать на этой стадии. Я вам рассказывала, за 16 дней, как пишут в интернете, невозможно приготовить нормальное вино. Вину надо время, вообще, в идеале, ну, хотя бы полгода, хотя бы полгода. Да, есть сорта, которые вот совсем молоденькими, можно пить, и они вкусные, но все-таки большинство вин, ну, вот где-то там январь, февраль, март, они более-менее становятся какими-то, ну, вот приходят к той гармонии, о которой я вам пытаюсь рассказать. То есть, резкого быть не должно. Ни резкого сахара, ни резкой кислоты, и вкус должен быть гармоничный, да, но момент, в котором мы пробуем, это тоже очень важно. То есть, вот, когда вино только отбродило, для него нормально быть резким, с некоторыми странными запахами, кислым, ему просто надо время. И я хочу, чтобы вы это понимали. и с одной стороны, я вам немножечко пытаюсь обозначить какие-то рамки и границы, что мы должны получить на выходе, да, с другой стороны, все равно эти границы очень размыты. Ну, действительно так. Если бы все было так однозначно, то в магазине у нас бы выставляли там пять бутылок, условно, и все бы понимали, о чем речь. Но теперь мы с вами еще поговорим о том, каким вино точно быть не должно. Вот здесь все гораздо проще, хотя и здесь есть определенные размытые границы. Ну, первое, самое банальное, у него не должно быть запаха уксуса. Хотя, я вам рассказывала про летучую кислотность, ссылки на другие полезные видео я вам под роликом оставлю. И новичкам рекомендую посмотреть. Так вот, что касается запаха уксуса. То есть, запаха уксуса быть не должно, но с маленькой оговоркой. Если мы чувствуем легкий запах уксуса, может быть, даже чуть-чуть во вкусе, наливаем в бокал, оставляем открытым на полчаса. Если через полчаса мы это вино пробуем и с ним все в порядке, значит, с ним все в порядке, все хорошо. Не должно быть запаха сероводорода, не должно быть запаха мышей, не должно быть запаха такого вот мокрого картона. То есть, это уже явные дефекты вина, и явных дефектов быть не должно. Вино должно обладать нормальной прозрачностью, но как бы не должно быть таким очень-очень мутным. но тут тоже важно, что время, когда мы его смотрим, когда мы его пробуем. Сейчас у нас декабрь, и сейчас у нас более-менее осветленные, это красные вина, светлые в это время, как правило, еще достаточно мутные, и плюс-минус они осветлятся где-то к весне, и это нормально. Вот если вино у вас постояло год, особенно если оно уже стало прозрачным, с ним было все хорошо, и вдруг оно помутнило, это говорит о том, что что-то с ним не так, что-то с ним не так, что-то с ним не то, какой-то происходит неправильный процесс. Но тут по помутнению еще один важный момент, у нас температура была плюс-минус одинакова. Если оно у вас стояло в тепле, вы его вынесли на холод, и оно вдруг помутнело, в принципе, ну это нормально и ничего страшного. Про посторонние запахи, ну более-менее я вам описала, но могут появиться еще какие-то другие посторонние неприятные запахи. Горечь даже, да, то есть горечь это все-таки дефектное вино, но в зависимости от того, насколько она явна и когда она проявилась. Напомню, пока вино совсем молодое, там могут быть некоторые нюансы во вкусе, и легкая горечь иногда может встречаться, со временем она потом уходит. Если мы уже, конечно, весной пробуем вино, и там горечь явная, ну значит, что-то пошло не так, и это вино не совсем хорошее. Что касается еще всяких странных запахов и вкусов, вот тут мы опять возвращаемся к такой вот размытой теме, как бы что есть хорошо, а что есть не очень. С машинным тоном сероводородом, запах тухлых яиц мы более-менее разобрались, то есть вот это вот явная патология, явная патология будет это еще квашеная капуста и скотный двор. Я правда сама ни разу этих запахов не встречала, считается, что это плохо. Остальное какие-то странные запахи, ну понимаете, тонкая граница. Например, в некоторых винах молодых может быть запах такого-то огуречного рассола. И это вполне нормально. Вот в моих винах иногда такое бывает приблизительно в это время ноябрь, декабрь, потом это уходит. Такой же запах я встречала по-моему в Савиньон Блани, если я не ошибаюсь. Ну в каком-то из белых магазинных вин, причем такой достаточно высокой ценовой категории, вот ровненько тот же тон. Также для некоторых вин, например, для рейслингов считается норма запах нефтепродуктов. По-моему, для того же Савиньон Блан считается нормальным, если он пахнет кошачьей мочой. Оказалось бы, ну вот не самый лучший запах. Я, конечно, такого не пробовала, не встречала, но в описаниях это много где фигурирует. И вот почему я говорю про размытые границы, то есть почему для них это считается нормой, а в другом случае это не норма. Или такое явление, как окисление. считается, что окисление для вин плохо. С другой стороны есть вина, который специально делают в окисленной стилистике. Это Мадера, это Херес. И кто-то когда-то определил, что это нормально для этих вин, и они такими должны быть. Тогда почему то вино, которое вы делаете для себя, если оно по какой-то причине окислилось, почему оно считается плохим. То есть вот кто-то определил, что тем можно, а тем не можно. И вот тут мы возвращаемся к тому, о чем я вам не так давно говорила. То есть это должно нравиться вам. Если вы понимаете, что вот этот окисленный тон придал вашему вину определенную пикантность, про окисление я тоже оставлю ссылку на ролик, значит все хорошо. то есть вы понимаете, что без него вино как женщина без макияжа. Вот наверное так будет правильно. А вот это передало изюминку, значит все нормально. вы получили в общем-то хороший вкусный для вас продукт. Конечно, напомню, что вкус наш надо развивать. Но если понимаем, что для нас нормально, приемлемо, значит все хорошо. А также и с другими какими-то запахами. Тоже если понимаем, что они нам не сильно мешают, я как-то рассказывала, что у меня в вине из Антония Великого одно время был вот прям такой аромат жареного батончика. Вот такого жареного жареного батона. Казалось даже знаете, как будто батон пьешь. Потом он через некоторое время стал более тонким и в принципе вот за несколько лет я проследила, что да, у него вот этот тон батона жареного греночки так красивее будет. Он есть, он просто не такой выразительный, как было вот первый год, когда я попробовала, причем в определенный момент. И я понимаю, что для этого вина мне вкусно, мне так нравится и кислотность там хорошая. Именно с ним я поняла, что такое хрустящее вино и вот такая хрустящая кислотность, хотя раньше я этого не понимала. когда мы говорим это словами одно, а когда мы это попробуем, пропустим через себя, то наконец-таки мы осознаем вообще о чем шла речь. И вот я в этом случае понимаю, что да, мне нравится именно в таком варианте мне нравится там все кислинка, то, о чем я говорила в гармонии, и кислинка, и вкус, и аромат, и меня все там устраивает, значит, я пришла к тому результату, который я хотела получить, и значит, я сделала хорошее вино. И еще лично мое мнение, когда вино запоминается, да, вот, вроде уже его выпил, прошло там несколько времени, это может быть даже недели, две, и три, а в памяти остается то, каким был вкус у этого вина, мне кажется, это вообще вот просто идеал, да, но только если мы не говорим о каких-то дефектах, например, когда вино было до ужаса кислое, что его пить было невозможно, да, или там оно горло дралось, или еще что-то, то есть, ну, мы говорим с вами о разумных вещах, и я думаю, что вы прекрасно понимаете, к чему я все это веду. И если кратко подвести итог всему тому, о чем мы с вами сегодня говорили, и ответить на вопрос, все-таки ответить на вопрос, каким должно получиться наше домашнее вино, в первую очередь, оно должно быть вкусным для вас, для ваших близких, но с оговорочкой, что вкусы наши можно и нужно развивать, да, вино должно быть более-менее гармоничным, чтобы у него не выделялось резко там сахар или кислота или спирт или что-то еще, да, и у него не должно быть явного дефектов. Если у нас все это более-менее соблюдено, значит, мы молодцы, мы сделали хорошее вино. Вместе с тем, если вдруг что-то у нас получилось не совсем так, как мы хотели, не расстраиваемся, потому что вспомним самое-самое начало. О чем я вам говорила, что влияет на конечный результат, сорт, степень зрелости и технологии. Значит, мы смотрим, думаем и анализируем, что и где мы могли сделать не так. Ну, как правило, наши ошибки начинаются со второго пункта, со степени и зрелости и дальше с технологией. Поэтому прорабатываем, смотрим и, скажем так, делаем планы на следующий сезон, как и что мы можем улучшить, чтобы прийти к нужному и приятному для нас результату. Самое главное, чтобы вы не отчаивались с одной стороны, ну и с другой стороны, понимали, что есть к чему стремиться, технологии все-таки нужно изучать, их нужно осваивать, и когда вы это поймете, тогда вы сможете прийти к хорошему результату и получить классное домашнее вино. Ну, я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео нажав кнопку еще, как обещала, ссылки на другие полезные видео, ссылка на каталог наших сратов и награды, имя контакта и до новых встреч! До новых встреч!